История России знала немало войн. Самая страшная, кровопролитная, самая определяющая для судеб мира – война 1941-1945 годов. Победа в Великой Отечественной войне явила всему миру не только мощь нашего оружия, но и мощь русского духа. Это победа, определяющая веха в истории нашей страны. И в День Победы 9 мая мы вспоминаем с благодарностью всех павших и выстоявших в Великой Отечественной войне. В этом году по всей России проходят праздничные мероприятия, посвященные 70-й годовщине Победы. Одним из них стала акция «Фронтовая поляна». Встреча рязанских ветеранов прошла в военном госпитале. Здесь собрались участники Великой Отечественной войны – труженики тыла, дети войны и все те, кто рисковал здоровьем во имя Победы, кто не понаслышке знает о тяготах военного времени и кто до сих пор, несмотря ни на что, в строю. Вы дали нам жизнь, вы дали нам свободу, вы дали нам учиться, вы дали нам полностью объехать весь мир. Мы познали все благодаря вам. Мы познали и труд, и бедность, и победу. Победа ваша была – истинная победа. Такой победы никогда ни у кого не было и никогда не повторится. Акция «Фронтовая поляна» для собравшихся ветеранов – это не только возможность вспомнить о лихих временах за праздничным столом, послушать песни военных лет и, как в былые времена, закрушить боевую подругу в вихре вальса. Это еще и возможность пообщаться с однополчанами, их детьми и даже внуками, поделиться насущными проблемами, рассказать о житейских радостях. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой сберечь, как провожала и обещала синий платочек сберечь. Весенним солнечным днем 9 мая 1945 года усталый, но счастливый солдат великой страны вытер с лица пороховой угарь последнего, самого трудного боя. Именно в этот день во всех уголках нашей необъятной Родины радостной вестью прозвучало долгожданное слово «Победа». С того памятного мая минуло вот уже 70 лет. Выросли новые поколения, для которых Великая Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг перед погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту героическую трагическую страницу летописи нашего государства.